Закон о едином регистре населения окончательно принят Госдумой. Регистр населения. И интересно, теперь в регистр войдут обобщенные сведения граждан РФ, находящихся на территории России, иностранцев, которые почерпнут из государственных информационных систем, органов госвласти, государственных небюджетных фондов. Но это то, помните, о чем я говорил, что хорошо иметь сведения обо всех гражданах. Не надо не проводить никакую перепись. Вот зачем им сейчас перепись нужна? Когда есть сведения в ЗАГСе, есть сведения в МВД, есть сведения на границе, кто приехал, кто уехал. Всегда живой список можно иметь перед глазами. В машине какая разница, сколько человек считать? 142 человека или 142 миллиона? Для машины это не имеет ни малейшего значения. Поэтому она сосчитает все, что угодно. Просто такой список для власти очень опасен. Тогда будет ясно, сколько людей. Они очень этого боятся. Той цифры, которую люди увидят. А тут вот Геннадий Зюганов вообще просто вышел уже за пределы. То есть, взял на себя то, чем он никогда не занимался. То есть, риторика Дугина и прочих-прочих. Англосаксонцы будут контролировать каждого из нас. Это электронно-бытовой концлагерь, о котором фашисты даже не мечтали. Представляете? То есть, если будет такой список. При Путине, конечно, я думаю, что его прикрутят к ФСБшникам, ко всем остальным, которые будут контролировать. Но это не англосаксонцы будут контролировать. Или не англосаксы, если уж вспомнить терминологию, там, ватников. А будут как раз ФСБшник контролировать. То есть, то, что было порождено как раз большевизмом. ГБУХ. Чекисты будут так называемые контролировать. Поэтому, конечно, это плохо. А при новой власти это хорошо. Если народ будет контролировать и надзирать за государством, то у государства не будет никаких иллюзий и соблазнов использовать такие сведения. Как они смогут использовать, если они будут открыты и нет никаких спецслужб. А сведения такие нужны. Мы должны знать четко, сколько нас. Мы должны знать, насколько мы здоровы, насколько мы больны. Какой идет прирост, какая идет убыль. Все это должно онлайн. Каждую секунду мы должны все видеть. Я вам больше скажу, через какой-то промежуток времени будут на Форексе на каком-нибудь играть на убыль и прирост населения. И это будет самая лучшая финансовая игра. Или на какие-то очки, я не знаю. Тот, кто может спрогнозировать, какие действия. Народ же должен знать, как это происходит. То есть, вот они кого-то избрали. Вот он занимается какими-то делами. А народ, откуда он знает, хорошо это или плохо. А очень хорошо видно. Больных стало меньше. Образование улучшилось. Рождаемость увеличилась и так далее. Все это вы видите. Онлайн вы это видите. Поэтому всегда можно, как помните, на бирже, на фильмах показать, продавай, покупай. Так и здесь. Видим, что там все показатели падают. Сидит начальник. Значит, все, продавай, скидывай нахер этого начальника. Бануй ему, отправляй, и все. И он ушел. Так и должно быть. То есть, большая часть населения проголосовала, и он досрочно укатился, этот начальник. Продолжение следует.